Приветствую всех! Вы смотрите канал Апрель, с вами Юлия Кулешова. И этот выпуск получился прям насыщенным. Здесь будет и про нового спикера, и про хороших, просто замечательных друзей, которые вместе на забор полезут и приоденут в случае чего в хорошие такие брендовые дорогие вещи. А еще про путаницу с авиарейсами будет. Поехали! Канад Исаев Поехали! И это очень сильно возмутило другого депутата Омурбека Тикибаева. Турага еще не ушел, он только подал заявление, а мы уже предлагаем кандидата. Давайте не будем давать повод называть нас хуже, чем Кириков. Не надо спешить, надо выслушать предложение фракции. Я говорил, что мы станем Туркменистаном, а вы обижались. А сейчас мы идем к этому с космической скоростью. Мне вообще кажется, что Омурбек Черкешевич, как вернулся в парламент, так и не устает офигевать от происходящего там. Кстати, на выборы президента он не идет. Ну а кто же? Кто же вместо Канад Исаева теперь у нас спикер? И в будущем, возможно, на некоторое время будет даже исполнять обязанности главы государства. Но на то время, которое понадобится Садыра Джапарову, чтобы законно, прям законно, законно укрепиться в статусе президента Кыргызской республики. Чтобы законно, а не по понятиям. Так вот, новым спикером у нас стал талант Мамытов. Вот когда Канад Исаева утверждали на эту должность, тогда вы не решили себя выдвинуть тоже как спикера. А сейчас немного времени прошло. Ну, тогда общественно-политическая ситуация была другая, конечно. Конечно, такого права есть у каждого депутата, я думаю, что для этого нужна поддержка палаты. Продолжение следует... Да, особенно у Макалё у нас авторитет, авторитетный авторитет и честь. У Канад Исаева тоже. Прям вот да. А чем же известен талант Мамытов, новый спикер Джекор Кукинеша? Ну, помимо того, что он уже лет 10 является депутатом. Он один из самых ближайших сторонников Садыра Джапарова. И на забор Белого дома в 2012-м они тоже вместе лезли. Из-за того, что мы делаем, отвечаем тоже вместе. И во всем этом дерьме прикрываю вас я. Бригада. Спустя год Мамытова отпустили. Спустя еще два года он уже опять депутат. А еще он возглавлял депутатскую комиссию по изучению ситуации с убийством Айркена Саймайте. Бизнесмена, убитого в ноябре прошлого года в Стамбуле, успевшего перед смертью рассказать журналистам о выводе из Кыргызстана 700 миллионов долларов. В расследовании журналистов тогда не раз звучала фамилия Матраимовых. О выводах депутатской комиссии нет ни разу. Раим Матраимов стал тем, кого нельзя называть. Комиссия под руководством Мамытова пришла к выводу, что Матраимовы вообще не при делах. Но как только в кулуарах Джигур Кукинеша пошли разговоры о том, что вместо каната Исаева спикером может стать талант Мамытов, так и сразу факты почти нашлись. Почти. Из-за тайны следствия мы ограничились лишь теми сведениями, что были озвучены. По этим фактам уже были возбуждены уголовные дела, было начато следствие. К нам поступила такая просьба. Так как в производстве находилось шесть уголовных дел, стоял вопрос о вынесении заключения вместе с итогами следствия. Возбуждение шести уголовных дел – это итоги работы комиссии. Было дано поручение провести расследование на основании расследований Азатыка и дать соответствующую юридическую оценку. Соответствующие структуры уже так отлично все провели, что подозреваемые в коррупции на таможне просто откупятся. Два миллиарда сумма в казну и все. Сделка со следствием, законы, порядок, амнистия. Зато деньги в бюджете будут, как дальновидно, заметил Садыр Нургаджоевич. Я просто похлопаю. И кто же еще вознамерился составить конкуренцию Садыру Джапарову на этих выборах президента? А это известный из своей провластной позиции дежурный политолог Бакыт Бакитаев. Тоже решил попробовать свои силы. Ну а пока кто-то подает документы в ЦИК, и у президента катается по регионам и проводит массовые мероприятия. Это в Чаткале. Отмечу, только за эти сутки зафиксировано 495 новых случаев заражения коронавирусом. Из них на юге республики 185. Четыре человека умерли за сутки. И как бы да, на встрече все в масках, но замкнутое помещение. И все еще действующие ограничения на больше 50 не собираться. Плевать, видимо, кто-то хотел на какие-то ограничения. Интересно, а Садыра Джапарова заставят выплачивать штраф за нарушение санитарно-эпидемиологических норм? К слову, Садыр Джапаров сказал, что до 14 ноября он уже сложит в себя обязанности, исполняющего обязанности президента Кыргызской республики. Для чего? Для того, чтобы подать документы в ЦИК, наконец. И тоже баллотироваться. А Белый дом таки начали ремонтировать. 70 депутатов скинулись и как-то вот нашли ресурс на то, чтобы приводить уже Белый дом в порядок. Первоначально озвучивалась сумма в 450 миллионов сомов. Потом Садыр Джапаров сказал, что не переживайте, на самом деле не такая уж большая сумма. Где-то порядка 10 миллионов сомов всего лишь потребуется. А еще один из депутатов, я уже не помню кто именно, какой-то другой депутат Джигур Кукинеша сказал, что может быть мы можем сами отремонтировать свои кабинеты. И вот 70 депутатов как-то аккумулировали средства и Белый дом начали ремонтировать. А между тем другой депутат Кучебек Рыспаев призвал наказать тех, кто штурмовал Белый дом. Говорит, депутаты вынуждены чуть ли не на полу работать. Угу. Это в госрезиденции-то Алла Арча. А те, кто разгромил Белый дом, говорит Кучебек Рыспаев, спокойно на свободе ходят. Ему возразила другой депутат, Орлбек Рысалиев. С ним в спор вступила Евгения Строкова. Ее вообще понесло, впрочем, ничего нового. Орлбек Рыспаев Не стыдно за вас, вы Аксакал, и постоянно с тапочками ходит. То белые, то черные, то красные. Как не стыдно говорить? Вы просто, я не знаю, мне, например, не стыдно, то, что я в беремдыке была. Я уже об этом говорила. Я никому деньги не давала. И не смейте оскорблять наши партии. Потому что, я уже повторю еще раз, деньги давали все партии, но не все кандидаты. Если вы считаете, что вы давали деньги, пожалуйста, сами ремонтируйте у меня дверь. Я не собираюсь ни копейки давать за то, что правильно сказал мой коллега, что люмпины какие-то раздолбили наш белый дом. А другой депутат Алтынбек Сулайманов прошелся по Омурбеку Бабанову. Но сначала предыстория. Что же такого сказал Омурбек Бабанов, что так сильно возмутило Алтынбека Сулайманова? 7 октября в 5 утра Алтынбек Сулайманов отправил своего помощника. Мы встретились утром в отеле Джанат. Там были уже Клара Суронкулова, Телект Ахтагазиев, Алтынбек Сулайманов, Джо Дарша Дыханов и другие. Теперь они предложили объединиться и выдвинуть меня в премьеры. Алтынбека Сулайманова предлагали в спикеры. Они сказали, что верят, что я могу удержать ситуацию. Но при этом я не должен идти на следующие выборы. Я согласился. Мы обсудили, что выборы должны быть прозрачными и с равными условиями, в том числе для Садыра Джапарова. Так мы все вышли на митинг 9 октября. Омурбек Бабанов любит присваивать себе чужие успехи, если все хорошо. А если что-то пойдет плохо, уходит в Сторонку. Он сам предлагал свою кандидатуру. Говорил, что сможет вывести страну из кризиса. Разбудили рано утром 6-7 октября не только его, но и меня, когда мы создавали координационный совет. Омурбек Бабанов лжет, говоря, что все члены координационного совета знали об участии бывшего президента Алмазбека Тамбаева в митинге 9 октября. Мы не знали, что Бабанов пойдет в форум к Алмазбеку Тамбаеву. Он нам про это не говорил. Вообще очень сложно разобраться, кто говорит правду, а кто не правду. Очень интересно, но непонятно. Судебный процесс по куэтажским событиям должен быть открытым и с участием независимых журналистов, заявил экс-руководитель аппарата президента Фарид Ниязов. По его словам, в уголовном деле нет ни одного государственного секрета, а сотрудники ГКНБ и так приходят в суд в специальных масках, где есть лишь прорези для глаз и дыхания. Народ имеет право знать правду о той безумной спецоперации, которую спланировали Сорунбай Джейнбеков и Орусбек Опумбаев, а также о том, к чему это привело в итоге. Нужна только политическая воля нового руководства Кыргызстана, написал Фарид Ниязов. К слову, где сейчас находятся экс-главы ГКНБ Орусбек Опумбаев и МВД Кашкар Джунушалиев, генеральный прокурор не знает. И где находится Сапар Исаков, он тоже не знает, вообще ничего не знает. Он тоже не знает, что он не знает, что он не знает. А Верховный суд приговорил Икрамджана Ильмиянова, бывшего советника Алмазбека Атамбаева, к семи годам лишения свободы. Но это официальный пресс-релиз. Я бы пыталась вчитаться в него, чтобы понять, а что же изменилось. И кажется, ничего. Ну вот цитата. Были вынесены по итогам заседания незначительные редакционные изменения. Говорится, в пресс-релизе запятую, наверное, добавили и все. Помнится, его сначала осудили на 7 лет, потом ему скостели срок и вообще приговорили его отбывать срок в колонии-поселения. А что такое колония-поселение? Это, по сути, гуляй и крам. То есть просто пыль в глаза. Почему я так думаю? Ну потому что про изменение места заключения в пресс-релизе Верховного суда ничего не говорится. Вот такая вот избирательная эфемида в Кыргызской республике. О предвижиях в комментах начнется апрельного чего? Икрам, он же был Атамбаевским, он же при нем возвысился. Это же все вот тут. Кто виноват? Но как бы много кто при Атамбаеве возвысился тот же Сауронбай Джейенбеков. И что? Любить его теперь за это? И, кстати, сами Атамбаевы признают, что оплошали с выбором доверия. Мой отец доверил ему вопросы кадровой политики, в особенности в Ожской, Джалабадской и Баткенской области. Но я хочу сказать, что Икрам Мельмьянов не был единоличным вершителем вопросов кадровой политики в том регионе. Он эти вопросы решал всегда совместно с Атамбаевым Шариповичем Джейенбековым. Я более того могу сказать, что Ассалбек Джейенбеков, вы сами прекрасно знаете, в те годы был и спикером страны. Его брат Соронбай Джейенбеков был губернатором Морской области. Поэтому, конечно же, очень спорные, тяжелые вопросы кадровой политики, особенно в этих регионах страны, они решались, можно сказать, этой троицей. Афинпол проводит обыски в торговых центрах ГОИН, ТААТАН и Международном университете инновационных технологий. Эти объекты, по некоторым данным, принадлежат депутату Кубанаджбеку Джумалиеву, с которым судился Саймык Джапыкеев. Согласно данным Министерства юстиции, руководителем ГОИНа является Джумалиева Гульнур. И опять ничего не понятно с авиарейсами. Сначала российское посольство в Кыргызстане анонсировало авиарейсы, открытие авиарейсов из Пешкека и Аша в Новосибирск. А на следующий день авиакомпания S7 отменила его без предупреждения. И теперь пассажиры, успевшие купить билеты, не могут улететь. Вышли сегодня на митинг к Минтрансу. Посольство Российской Федерации в Кыргызской Республике заявило, что приносит извинения. Авиакомпания выплатит стоимость всех купленных авиабилетов. Есть регулярные рейсы только из Пешкека в Москву по пятницам авиакомпаниями Аэрофлот и Авиатрафик. Граждане России, граждане Кыргызстана по основаниям родители, дети, супруги граждан России, граждане СВНЖ, нуждающиеся в лечении при наличии приглашения от российского медучреждения, участники госпрограммы по переселению соотечественников, имеют также возможность вылететь чартерными рейсами Аэрофлота по понедельникам, вторникам, средам, четвергам, субботам и воскресеньям. Гражданам Кыргызстана необходимо иметь результаты ПЦР-теста на коронавирус, сделанные не ранее, чем за три дня до прибытия на территорию Российской Федерации. В агентстве гражданской авиации заявили, что информация о возобновлении регулярных авиарейсов из Аша и Пешкека в Новосибирск является преждевременной и несоответствующей действительности. И напомнили, что регулярный рейс по маршруту Пешкек-Москва выполняется по пятницам авиакомпаниями Аэрофлот и Авиатрафик. Однако пассажиры уверяют, что достать туда билеты невозможно. Ну и бантик. Настало время позитивных новостей. Радуемся сегодня за Садыра Джапарова. Точнее, за то, что у него есть такие замечательные друзья, которые могут подогнать ему брендовые вещи стоимостью в 3, а то и в 5 тысяч долларов. Редактор субтитров А.Семкин Вот. Места знать надо. Ну и с людьми дружить. А вы думали? И еще позитивная новость. В Бешкеке родилась тройня. Мальчиков назвали Садыр Джапар Нургоджо. Как думаете, родись там еще и четвертый? Как бы назвали мальчика? До конца? Вот такие новости. И больше новостей традиционно читайте на нашем официальном сайте april.kg и в нашем телеграм-канале Апрель ТВ. Подписывайтесь и да, оставайтесь в курсе событий. Всем добра. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok